Денис, вот сезон в принципе завершается, да, гоночный? И в этом году у вас были и победы были, и были интересные. И последняя вот история приозерстки, да, когда вы лишились, ваш эскадр лишился одного из флагманов, который получил много пробоин в аварии и так далее. Вот какие у вас задачи на последние гонки сезона? На каких машинах вы будете гоняться? Ну, во-первых, будет наша любимая красная машина, то есть она остается в строю. Мы ее поддерживаем. Вместо синей машины поедет Citroën, лужские ребята, Александр Богачев. Они были с нами с начала года, но не несли на себе, скажем так, рекламную нагрузку, а занимались больше тестами, тестовыми выездами, тестовыми программой. Сейчас встанут замен синие машины под наши знамена. Вот в эти выходные, получается, 22-го числа они будут выступать на ралли «Лужский рубеж». Там будет Citroën и Subaru. Потом через две недели будет финал Кубка X-Race в Новгороде. Соответственно, поедет Citroën, туда уже поедет красная машина. Ну, сейчас не получится она на выставке, в эти выходные. Вот, та же Subaru, и попробуем завоевать, поставить жильную точку на финале. По итогам года не получится, но на одной конкретной гонке попробуем завоевать призовые бестарки. А вот в межсезонье уже какие-то планы вы планируете? Какие новые машины ваше занесли добавлять? Сейчас об этом тяжело сказать, потому что идут переговоры с компанией «Газпром», идут переговоры с «Заучьей» от «Мазели Росли». То есть все находятся на стадии подписания контракта. То есть когда это случится, мы, видимо, в ближайшее время, мы, соответственно, повестим об этом в пресс-конференции о наших дальнейших плановах. Ну, планируются точно чемпионаты Кубок России, плюс какие-то местечковые соревнования. С «Газпромом» планируется очень большая тестовая программа их масел. Если в этом году мы проводили такие разовые мероприятия, то на следующий год у нас есть программа проведения тестов как на гражданских автомобилях, длиной в год. То есть мы берем новый автомобиль, снимаем с него все параметры, характеристики, заливаем масло, и он поехал. То есть он будет кататься целый год. Специалисты и компании «Газпром» нефть в мазочные материалы, и наши механики будут наблюдать за поведением масла, за его характеристиками. То есть смотреть. Вторая программа тестов с ними – это непосредственно на гонках. То есть мы продолжим нашу программу этого года. Это мобильная лаборатория. Будем смотреть, будем пробовать, может быть, какие-то их новые разработки, либо усовершенствовать старые. Потому что, когда мотор работает в экстремальных условиях, на полной своей мощности, на пределе, скажем так, то испытания проходят быстрее. То есть мы скажем, что для обычного человека, если мы проехали тысячу километров, то обычный человек проедет пять тысяч километров. Плюс стендовые испытания масел планируются. То есть будет передованный стенд, в большинстве, где машина будет проходить на испытание, то, что происходит. Ну вот для «Газпрома» вы какой-то отчет же будете представлять. Естественно. Работа с «Газпромом» – это в первую очередь от отчета. А, скажем, для китайских партнеров, вот какие-то вы отчеты пишете о поведении машин, какие-то советы им даете, которые они могут использовать в улучшении? Пишем, даем, но пока вот в следующий год у нас неопределенный. Есть там определенные вещи, которые нужно прояснить. Хотелось бы, конечно, больше машин от них получать, потому что есть все-таки расходный материал для гоночной команды, автомобиль – это расходный материал. И то, что команда в этом году уничтожила только один автомобиль, ну это вообще просто чудо. Обычно нормой считается в двух автомобилях в год списывается. И с следующего года какая будет первая гонка? Первая гонка, если не ошибаюсь, 7 января – это первый этап Кубка России, Шуйский, Гюнуре, Ивановская область. Но пока календарь еще не утвержден рампом, поэтому есть только предварительность. Это у вас такой малый перерыв на переход на 8-12 месяца. Поэтому мы всем своим партнерам попытаемся их победить в том, что в принципе общение по следующему году надо начинать уже сейчас. Не то, что начинать, но заканчивать уже нужно. Потому что для того, чтобы подготовить автомобиль, это месяц-два как минимум нужно. То есть вот этот межгоночный период, он будет потрачен на ребилк машин, на постройку новых машин. То есть отдыхать сразу не придется. Ну что, пожелаем успехов вам, ни хуха не перау. Да, спасибо большое. Спасибо большое.